Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И давайте сегодня сделаем выпуск, посвященный утопленным лодкам. Вы знаете, что на Сан-Мартене после урагана Ирмы огромное количество лодок, которые валяются здесь в середине, прямо в лагуне. И мы сейчас проедем мимо, посмотрим в каком они состоянии, порассуждаем на тему, почему это так произошло, и имеет ли смысл их восстанавливать или не имеет. Поэтому садимся в тузик, на котором мы будем обкатывать наш маленький моторчик. Ух ты ж, блин! Ракета 3,5 лошадиных силы. Пронесемся. Пронесемся по пути. На глиссере. Да, и надо же его когда-нибудь обкатать. Во всяком случае, хотя бы в 5 часов нам нужно как-то наездить, потом поменяем на Ямаху и будем дальше тошнить уже на 15 лошадиных силах. Да, лежит, ждет. Привязанный. Который скучает здесь. Прикованный. Поэтому грузимся. Изящный такой. Что у тебя там за пакет валяется? Это мы его нашли, этот пакет валялся. Мы его выловили, надо его выкинуть. Понятно. Ну что, погнали? Погнали. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подвигаемся в серединку, что-то среднее между черепашкой и зайчиком Я не знаю, что за животное между черепашкой и зайчиком Уж крыса какая-то, панцерная Ну, в общем, едем сейчас Итак, первый утопленник, который у нас здесь находится Названия у этих водок уже, соответственно, нету Но на нем написано Life is too short to sail Жир слишком короткий, чтобы утонуть Ну, по факту, что-то здесь не так Что-то здесь не так Слушай, ну это такая старая разваленная лодка Старая, но она уже здесь стояла когда-то на якоре Наверное Ой, там даже он что-то плавает внутри Мы сейчас туда заглянем Ой, это без меня давай Давай Так, и так Здесь остались живые Торм Баклз И, между прочим, хорошая система обжимная До сих пор еще живая Их можно отсюда снять Вот есть окошки Ванты обрезаны Судя по всему, оно потеряло мачту Ну что, давайте заглянем, что же там внутри творится Вот тут видно еще остатки вещей Какие-то вещи, которые в этой лодке находились Вот вы увидите, они находятся под водой Но это, конечно же, все уничтожено полностью Здесь уже ничего не поделаешь Вон, какие-то там радиостанции висят Это кондиционер даже Ух ты Ну что, давай подъедем, посмотрим, что здесь В центральной, в этой, в мастер-каюте Трек Ой, крабы, блин, страшно Ну, здесь, естественно, все, конечно же, под водой То есть мебель Ну, лодка Это, конечно, уже мертвая Никто ее восстанавливать, естественно, не будет Здесь был пост Ручка газа еще даже осталась А в задней, это, наверное, была мастер-кабина Потому что лодка с центральным кокпитом Едем дальше Давай, Тайса Тайса Ой, аккуратно, а ты под нами Что-что? Там под нами какая-то Вот едем сюда, к этим лодочкам Самолет взлетает Тут, конечно, мелко Здесь до метра глубины, да? Здесь еще очень прозрачная вода Да, клево Это утопленный пауэрбот Ты на него не наедешь? Нет, не наеду У него так корпус разломался Здесь внутри, конечно, мы ничего не посмотрим Но вот арка, она, конечно, очень сильно То есть здесь вот, вы видите, просто полное нарушение конструкции И, судя по всему, у него оторванный борт идет И арка, на которой есть радар Мы достали весло Открываем веслом И едем смотреть Ну, то есть, такие самые вообще ушатанные лодки Типа вот этой мы, наверное, смотреть не будем Потому что, ну, понимаете, что здесь особо смотреть нечего Это лодка, которая была просто разбита здесь обмель И когда здесь скорость ветра достигала 400 км в час Во всей вот этой бухте осталось живых только две лодки, которые остались стоять Остальное просто вынесло на берега Вынесло и все разбило И вот сейчас мы подъедем, посмотрим именно к тому берегу Вдоль которой, на который повыбрасывала все эти лодки во время Ирмы Смотрите, когда разбивают лодки из файвергласса, они выглядят так А давайте я вам сейчас покажу, как выглядит лодка из железа Это файвергласс? Да, это файвергласс А вот лодка из железа, посмотрите У нее проломанный борт Проломанный абсолютно И вся лодка разбита И все Металлические корпуса, они невосстанавливаемые Или это очень дорого Потому что, чтобы металлический корпус восстановить Его нужно полностью разобрать, достать оттуда всю мебель А по трудозатратам это соизмеримо Просто купить новую лодку будет значительно дешевле Поэтому железные корпуса хорошо, когда они ходят Когда они начинают уже умирать с ними, уже ничего не поделаешь Вот это все Вот это то, как выглядят металлические лодки, которые были заброшены А вот сто, как выглядит, когда две лодки столкнулись То есть это, я так понимаю, был тримаран Наверное, тримаран, потому что тонкие поплавки И есть еще центральный большой поплавок Это монохол Назывался Муншайн Слушай, ты полегче, мы так близко, быстро Он же начнется раньше, чем Аккуратно тут перед нами У этой Red Diamond Это, наверное, Муншайн название А, точно Муншайн Самогон Так, я так понимаю, что это, наверное, было какое-то спортивное Судя по наклеечкам Наверное, здесь гонялись Вот вы можете посмотреть, поскольку сильны корпусные разрушения То есть при ударе просто она развалилась на куски То есть это, я так понимаю, центральный поплавок А сверху вот это просто лежит поплавок Один из боковых И вот этот силовой элемент, который соединял центральный поплавок с боковыми Слушай, она как будто на другой лодке еще тут Ну да, так же есть Давайте подъедем к этой лодке И посмотрим Тоже заглянем внутрь, что там у нее внутри осталось Ну, понятное дело, что ничего Но, тем не менее, посмотреть мы можем Вот эта большая лодка Думаю, футов 40, наверное, да? Ну, у нее тут тоже особо снимать нечего Он видно, как обломана мачта Вот видно вот эти, огрызок мачтовый И даже одно более-менее приличное окошко есть Люк Чем поживиться? Чем под водой? Под водой? А, сверху на этом Да, вот даже можно что-то скрутить, если надо Такие лодки уже никто не смотрит, не восстанавливает Они уже, естественно, никому не нужны Давайте сейчас подъедем к носу И посмотрим, что у нее там осталось Из форстея и фурлинг-системы Так, о Смотри, называется эта лодка Скио? Скио? Наверное Ты подальше, подальше чуть-чуть Она же острая Да, мы сейчас аккуратненько подъедем Вот сам барабан Фурлинга Ой, покореженный Насколько покореженный То есть это, скорее всего, был удар Именно в этот тримаран, который вот тут валяется Вот его, кстати, спереди видно Это центральный поплавок И вот он в таком виде тут находится Ну что, предлагаю Ну, с этими лодками, я думаю, все понятно Можем заглянуть внутрь В тримаран можно заглянуть Да, тримаран Так, что у нас здесь есть? Тут есть якорная лебедка и кнопка И даже живая, между прочим Давайте заглянем внутрь Ну, здесь понятно Он же почти весь залит Блин, смотри, какой у него уникальный элемент Чтобы видно было снаружи Такая погода Да, да Шарик из этого Шарик, это часто такое делают На монохоллах тоже есть вот этот шарик Чтобы, если плохая погода, вы идете Можно было в него вылезти И посмотреть, что снаружи Не выходя и не промокая Ну что, едем дальше? Контейнер покореженный даже Это вообще страшный могильник И несколько лодок Ну что, начнем с маленьких? Ну, на этот можешь залезть Ой, тут совсем мелко Ой, 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 смотри Ну, тут оно мягкое, в принципе Ой, вот сейчас нам Вы тут вообще мелко, видишь Вот оно Какая-то плита бетонная Под нами прямо Реально бетонная плита Проехали Опа Или это ты? Веслом будем трогаться? Крабики Ну что, смотрим на первую лодочку Ой, а тут это свалка Тут их четыре Я думаю, что это не свалка А их, скорее всего, сюда просто вот так вот повыкидывало Жилет надутый, похоже, да? Да Да, надутый жилет Ну, тут в этой внутренности все убраны Ой, варан Стридат Хозяин Такой Деловой Пошлепал, пошлепал Что это у него там болтается? Оно То самое? То самое Ты видел? Да Ну что, пойдем дальше Сен-Мартен, смотри Тут вот что-то там написано про ситуацию, если лодка заброшена Здесь, видимо, какие-то еще остатки Надо будет с другой стороны, потому что мы через маленький иллюминатор Здесь наверх ногами перевернутый катамаран Я думаю, что для этого катамарана нужно будет объехать Просто давай их объедем с той стороны и посмотрим Потому что вот они лежат Под водой На песочке На песочке Сережа, гребешь? Гребу, бля Вон это, задача, правильное ускорение Все хорошо получается Да Не сомневаюсь Можешь так каждый день делать Нет В этом я сомневаюсь Что тут у нас? Эти были серьезные Сейчас зайдем, посмотрим На этот-то, я думаю, ты сможешь выйти Вот я могу, можешь даже через петельку веревочку пришвартовать Он такой грязный, правда? Сейчас нас об него повозят Я что буду Там аккуратно, там скользко Мотор Тихо-тихо-тихо Ага Видно ту лодку, которой мы подъезжали С обратной стороны Вот она лежит Не, он даже Мотор лежит ржавый-приржавый Ну, он видно был уже здесь под водой Ну что, можем поехать посмотреть Что там еще есть Здесь уже ничего интересного смотреть нет Ну что, отчаливаем Вот то, видишь, вот эти, как цветочки такие Типа вот эти? Да, это медуза Медуза? Да, мордой к нему Вот смотрите Сейчас его пошевелить Сейчас я сначала попробую Не касаюсь Да, похоже Это медуза, медуза Вон она, видишь, смотри Да, 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 да Ух ты, а что она так сидит? Может она так живет? Они так все сидят Видишь, они так сидят? Да, вижу Такие тоже жилища А тут живут люди Живут Какой-то такой Это полностью ушатанная лодка Вот так вот умирают железные лодки Да, у этого печально Только мачта алюминиевая И то непонятно, что эта мачта здесь делает Наверное, не от него А просто была украдена И сюда приволочена Почему сразу украдена И других причин Горжавчина красивая Ты к нему не прислоняйся сильно Ну вот такое Совсем Самая мертвая Это металлическая Да, самая мертвая Это вот этот, наверное Ну да Ну что, поехали еще какую-то Мертвую Поехали вон следующий На боку валяющийся На боку валяющийся Я думаю, что это был пирс И лодку оборвало вместе с пирсом И лодка, и пирс остались на своих местах Да, и просто Не, ну там чьи-то вещи лежат Смотри, в цикке Я думаю, что это просто был пирс Может быть, с этой лодки То, что спасали, спасли А то, что не спасали Аккуратно веревки под нами Прям такие Там ее мачта лежит Я так понимаю На нас У этой вон раковину видно через окно Смотри, какой след От чего-то Что-то глубоко проехало На пару сантиметров сюда И вот здесь видно хорошо Борт Дай мне Секунду А, ты тоже очень хорошо Костану Да Все такое разбитое Разбидеться, да Ну, это единственное Что Да Большая лодка Видно, вот она Насколько в глубину уходит Там уже вся обросла Там, вон, панели заросшие Солнечные панели Под водой Ага Ну что, проедем туда Посмотрим, что там под водой Валяется и плещется Сос, который откачивает воду Я так понимаю, что ее еще пытались спасти Но, видимо, не спасли Потому что она, ну, слишком получила Фатальные повреждения И, несмотря на то, что ее вот Пытались откачать Ее так и не откачали И она просто завалилась на бок И утонула Несмотря на то, что здесь мелко А это плавают танки для воды Вот такая, с кривой мачтой Роллинг форти Ничего себе Это малышка Это лодка на ней, я так понимаю, живут Хотя, может, и нет Да нет, у нее мачта обломана Мачта сломана Чуть покрута Такая несчастье стоит Но у нее новая мачта вон лежит Ну да Где-то накалендовал Так, а мы сейчас подъедем Вот еще торчит лодка прямо из воды Посмотрим на нее А тут как раз вот видно Как выглядит лодка, которая Утонула совсем Утонула совсем И лежит на глубине На такой, ну, там, метра полтора-два Такие лодки, которые Вот их можно продентифицировать Тут не ставят никаких буйков, ничего А если лодка, которая полностью уничтожена Оставят буйом А мы сейчас как раз туда едем Сейчас мы как раз туда едем Сейчас проедем мимо Я покажу Потому что они вот просто идут на уровне с водой Вот проидентифицированная, да? Да, причем это похоже катамаран Потому что у него корпус большой Непонятно Или монохол В общем, это уже непонятно Все-таки, наверное, монохол Монохол, видно же Если станешь, то будешь видеть еще лучше С высоты видно Да, монохол Ну что, едем дальше? Да, едем дальше Солнышко прибегает Все дела На два пеликана лица Вот еще две лодки Мы сейчас проедем мимо А те, которые были уничтожены ураганом Ирма Что, это желтенькая жилая, по-моему Ну да, но я думаю, что ей уже совсем желтой Потому что смотри, у нее сломанные мачты Вон у нее риг там весь внизу валяется Только нет Да А вон сидит, смотри Ой, бандиты Их там несколько Смотри, там потасовка Выглядывает такой недовольный Сшивали на нас Ну Смелый На берегу лежат поднятые лодки Вот это называется Санта-Розита Второй вон океанис Да, это океанис клипер 43 Какой-то, наверное, 47 А может его, кстати, и выкинула Чего бы его просто так сюда вытаскивали Посмотри, он оброшенный Он бы не был бочиной Бо не были оброшены Хотя, да, наверное Он бы бывал под водой Но тем не менее Да, он борт ему в порядок приводит Это что-то какое-то место, где что-то с ними пытаются сделать Да, наверняка Так, вот эта бухточка Здесь куча лодок стоит Поехали еще проедем мимо вот этой С краном? Да С платформой Но это я так понимаю, что это тоже был, наверное, пирс Хотя непонятно Это лодка, которая мы только что мимо нее проезжали А вот еще одна лодка, разбитая ураганами Эта лодка, я так понимаю, ее еще будут восстанавливать Потому что она более-менее в приличном состоянии Но, во всяком случае, на плаву Вот еще один корпус валяется, торчит из-под воды Между прочим, спрей-худ еще даже нормальный Не то что у нас Спрей-худ модный Из чего это? Это вообще доджер, это жесткий Доджер, ну да Я так понимаю, что на лодке типа вот этой Просто с обломанными мачтами Мы вообще внимания не обращаем Мы расцениваем их как абсолютно целую Ну симпатичная лодка Ну да Это же оно А сейчас мы едем в бот-ярд И возле этого бот-ярда Он идет на особенно большая концентрация жмуров Ну что, Диночка, ты чувствуешь себя ракетой? Не очень Я жду, когда мы выкатаем тестовые 5 часов этого мотора И отложим его в долгий ящик А что, тебе не нравится? До возтребования Хорошенький моторчик Хорошенький, но когда жара Тебе нужно на дальние расстояния ехать Это не очень дальние расстояния Ну мы уже полтора часа катаемся Ну так отлично А могли за полчаса что-то сделать? Нет, все равно мне с маленьким было бы удобнее Потому что большой нужно вынимать, поднимать А этот все просто руками приподнял И все Поехать Ну вот мы приехали, сейчас будем смотреть Ну судя по тому, что как торчит из воды мачта И вот видна рубка То вы понимаете, что вот эта лодка была разбитая Сюда близко не подъезжай, у него нос тут Из-под воды торчит Ой-ой-ой, там он еще и этот И, ну да Просто, нет, тут нормально Так, эта была разбита и умерла прямо здесь Вон от нее куски мачты торчат Потому что это все огражденная зона Которая я еду Вот еще одна лодка, которая стоит мертвой возле понтона Да, ну, я думаю, что Жмуров хватит А? Да не, нормально, я уже это поснимал Ну и лодки, которые не так сильно пострадали Или просто здесь стоят на буйках Они также стоят в бухте Петит лупс Вот эта лодка, которая стопудняк получила повреждения Вот сейчас я вам прокажу ее борт Динамима проедет Вот вы видите, это большая трещина в борту Именно полная трещина, которая сквозная Ну, естественно, вот это уже дырки заклеены И вот повреждения файбергласса Но это такие, фатальные повреждения на самом деле Починить, возможно, все, естественно Но имеет ли это смысл? Это основной вопрос А вот лодки, то, как выглядят после того, как их начали восстанавливать Такая вся пятнистая Против солнца плохо, но я ничего делать не могу Мы с воды едем Я думаю, что это понятно И разобрать можно Еще одна лодочка, к которой я сейчас подъехал Тоже заброшенная Здесь вот у нее обломанные леера, вы видите Ну, естественно, она там полноценно пробита Она тут полностью в воде, естественно Здесь зато видно, какая она была красивая раньше Мебель, там все дела Ну что, еще в одну лодку заглянем по пути И поехали сворачиваться с данным роликом Вот еще одна Сейчас мы к ней подъедем поближе В этой лодке, что у нас здесь? Вот бум валяется Лодка называется Гендаль Так печально это все смотреть Когда, конечно, лодки такие убитые И это все трупы Потому что никто их уже, естественно, никогда восстанавливать не будет Вон тут даже впереди немножко из воды торчит Мачта, куски То есть здесь просто, представляете, как бушевала стихия Если просто лодку разносила на куски И разбрасывала прямо частями Ужасно Бедный Гендальф Умер Ну что, вот мы приехали уже обратно на лодку Моторчик урчит Тушим его Все А теперь Давайте я попытаюсь ответить на те вопросы Которые, скорее всего, у вас возникнут Или мне их уже раньше задавали Касательно лодок, которые были утоплены на Карибах Ну что, давайте подведем небольшие итоги того, что мы посмотрели Большинство лодок, которые были уничтожены Либо старые Либо те, которые уже восстанавливать Не имело никакого экономического смысла Теперь давайте посмотрим Какие лодки имеет смысл восстанавливать Какие нет То есть, если эта лодка уже была полностью под водой Все, что от нее может остаться Это только корпус Вся мебель Электроника Двигатели Это все будет уничтожено Если вы будете в лодку покупать Вот это все Это огромное количество трудозатрат И огромное количество усилий Которые нужны для того, чтобы получить посредственный результат Намного дешевле купить лодку, скажем, за 100 тысяч Которая будет абсолютно в трудоспособном состоянии А может быть даже еще и достаточно новая Восстанавливать Даже если вы возьмете лодку Которая после урагана Это должна быть лодка Которая, может быть, потеряла мачту Упала с кредла То есть, имеет какие-то повреждения кузовные Но никак не повреждения внутрянки лодки Никак не повреждения электроники Потому что даже катамараны Которые иногда слегка ударенные И они потеряли двигатель Получаются в восстановлении крайне дорого Потому что не забывайте Если вы это будете делать самостоятельно И у вас много времени Может быть, вы получите какой-либо результат Но если вы будете нанимать подрядчиков Стоимость работы здесь будет от 30 до 50 евро в час Представьте, какое количество денег вам нужно вложить Для того, чтобы получить лодку Восстановленную после ураганов Если мы говорим о более старых лодках То это вообще не имеет никакого экономического смысла За 10 тысяч можно купить вот такую же лодку Как здесь валяются на дне Это вы можете вообще взять бесплатно Я не думаю, что они кому-то нужны И пытаться ее там как-то из говна слепить пулю И восстанавливать Но деньги и усилия, которые будут при этом потрачены Они будут несоизмеримы с полученным результатом Гораздо дешевле купить лодку В таком состоянии, на который есть деньги И на ней ходить Теперь вопрос, почему эти лодки не достают Как я вам уже сказал Экономической рентабельности для того, чтобы Экономического обоснования для того, чтобы чинить эти лодки Нет Если у лодки есть страховка То страховая компания покрывает новую лодку Плюс утилизацию То есть затраты связанные с утилизацией старой лодки То есть страховая платит деньги в компанию, которая приезжает Достает эту лодку из воды И там ее пилит Там утилизирует каким-то образом Что-то с ней делать Если эти лодки принадлежат частному лицу И у этого частного лица нету, скажем, страховки То кто будет покрывать затраты Связанные с утилизацией лодки Никто Поэтому эти лодки здесь так и валяются И они являются таким В подвешенном состоянии Государство рано или поздно их, конечно же, уберет Но после того, как уже пройдет срок исковой давности Вы видели вот эти бумажечки, которые наклеены на лодке Они, скорее всего, говорят о том, что владельцу нужно эту лодку убрать По истечении там какого-то срока лодка будет утилизирована Это, согласно законодательству ЕС, скорее всего, так и происходит То есть, если по истечению этого срока лодка не будет утилизирована Приедет специальная утилизационная бригада Которая ее поднимет и выбросит Опять же, если лодки лежат на берегу С берега к ним доступа нету С воды это очень мелко То есть, приезжает какой-то кран, который должен погрузить Это должна быть баржа с низкой осадкой То есть, это еще и очень сложный технический процесс То есть, каким-то образом эту лодку нужно стащить с места Для того, чтобы ее погрузить на кран и на баржу И куда-то ее вывести Поэтому эти лодки вот так вот и валяются вдоль Скажем, лодки, которые были на фарватере Их, скорее всего, подняли И уже утилизировали, чтобы была какая-то минимальная возможность для судового хода Ну, я надеюсь, что я, в принципе, ответил на вопросы Если есть какие-то у вас еще дополнительные вопросы Задавайте А на этом мы наш выпуск заканчиваем Не забывайте подписаться Не забывайте поставить лайк Жду обсуждения данной темы Связанной с вот этими лодками Которые мы вам сегодня показали И до встречи в следующем выпуске Пока, друзья!